Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Встреча зимы с весною, библейский сюжет и день православной молодежи. Сегодня Сретение Господне. Особое внимание очистки кровель от снега и наледи. Коммунальщики Самары готовятся к оттепели. 1200 семей получат долгожданное жилье. Обманутых дольщиков становится все меньше. Более сотни изобретений и все они связаны с безопасностью. Об открытиях Владимира Куделькина рассказали студентам технических специальностей. Если ты не идешь к волонтерам, они идут к тебе. Городские добровольцы набирают ребят прямо в университетах. Первая встреча весны. Так в народном славянском календаре обозначен этот день. Православные христиане отмечают Сретение Господне. Это один из 12 самых главных церковных праздников. Во всех храмах сегодня прошли торжественные богослужения. В Самарском Сретенском храме на литургии побывал Олег Зверев. Крестный ход вокруг Сретенского храма Самары. Сегодня здесь престольный праздник. Сотни верующих пришли на богослужение. Сретение Господне переводится славянского «встреча». Человека с Богом. В народе говорят еще и встреча зимы с весной. Солнце уже светит по-весеннему, хотя от погоды можно ожидать еще и февральских сюрпризов. Солнце на лето, зима на мороз. Так говорили в народе о празднике Сретения Господне. Считается, что это день астрономического начала весны. Поскольку световой день прибавляется уже буквально на глазах, но и зима ступать не хочет. Начинается время февральских метелей. В основе праздника – евангельский сюжет о том, как на 40-й день по Рождестве Дева Мария принесла младенца Христа в Иерусалимский храм. Там его принял на руки старец Симеон, который, согласно Библии, прожил на свете 360 лет. И большую часть из них он ожидал пришествия Мессии. Подобные встречи происходят в жизни каждого христианина. Сейчас я вспоминаю это с трепетом, когда произошла моя встреча с Богом. Я очень рада, что Господь привел меня к себе. Я считаю, что нужно храм приводить, начиная с детского возраста, потому что это очень важно – воспитывать будущее поколение. Чтобы они ходили в воскресные школы, чтобы они ходили на божественные литургии. Праздничные богослужения в этот день проходят во всех православных храмах. И особенно много среди прихожан молодых людей. 15 февраля отмечается еще и Международный день православной молодежи. Дата выбрана не случайно. Именно для школьников и студентов важно прийти к пониманию божественной истины и совершить свою встречу с Богом. Будем меняться в лучшую сторону, значит произойдет эта встреча. И будем молиться тоже, Господь посетит в своей благодати. Главное, чтобы мы изменились. И тогда обязательно эта встреча произойдет с праздником. Как и все великие праздники, Сретение празднуется несколько дней. В Самаре центральным событием торжеств станет форум православной молодежи, который начнет работать 17 февраля. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Почти 8 тысяч тонн снега вывезли с территории города за минувшие сутки. На очистки задействовали более 300 спецмашин и почти 400 человек муниципального предприятия благоустройства. По прогнозам синоптиков, к концу недели в Самаре потеплеет до нуля. Поэтому сейчас особое внимание очистке кровель от снега и наледи. Как идут работы во дворах на проспекте Карла Маркса, увидела наша съемочная группа. На проспекте Карла Маркса борьбу с ледяной опасностью коммунальные службы ведут в усиленном режиме. Надо успеть очистить кровли до того, как начнется оттепель. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток температура воздуха днем не опустится ниже минус 5 градусов. К выходным столбик термометра поднимется до нуля. Поэтому сейчас очистке крыш особое внимание. Всегда совершается объезд, смотрим, где самые опасные места. Если в этих местах мы можем сбить сосульки, мы их сбиваем сразу. Там, где мы не можем сбить, мы огораживаем ленточкой. После того, как рабочие очистили крыши, за дело берутся дворники. Весь снег и лед убирают и вывозят сразу. Задача дворников, чтобы сразу оперативно убрать весь лед, снег, чтобы были выхода из подъезда, чтобы никто, дай бог, не упал, чтобы не травмировались, чтобы с колясками, санками дети могли выйти. Всего за сутки на очистке крыш в городе задействовали больше ста бригад, очистили больше двухсот кровель. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Создание в Самаре научно-технического комплекса «Гагарин-центр» обсудили на встречу в Москве губернатор Николай Меркушкин и генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов Академик РАН Евгений Каблов. Планируется, что на базе центра будет открыт филиал ВИА. Кроме того, у региона есть все возможности сформировать один из ведущих в стране центров материаловедения. Создание мощного технополиса станет одним из ключевых этапов в развитии аэрокосмического кластера губернии и разработки новых технологий. Кроме того, глава региона обсудил с академиком работу научно-технического совета при губернаторе Самарской области. Евгений Каблов возглавляет НТС, основная задача которого – формирование единой технической политики региона. Больше тысячи обманутых дольщиков получат свои квартиры в этом году. На специальной комиссии по вопросам долевого строительства, участие в которой принял глава Самара Олег Фурсов, обсудили темпы решения вопросов с проблемными объектами. Так, в этом году в Самарской области планируют ввести в эксплуатацию 8 долгостроев. Марина Кравцова знает, сколько еще предстоит построить и как ищут инвесторов. Надеждам дольщиков суждено оправдаться. Долгострой с печально богатой историей на пересечении проспекта Карла Маркса и Владимирской все же будет сдан. В замороженном состоянии дом простоял 8 лет. Строительная компания была признана банкротом. Конкурс по поиску нового застройщика проведут в ближайшее время. И к завершению проблемного дома строители приступят уже в этом году. Достраивать будут и здания на пересечении Садовой и Вилоновской. Министерство совместно с органами местного самоуправления ведет работу с инвесторами-застройщиками по реализации инвестиционных проектов, условием реализации которого является завершение строительства проблемного объекта и удовлетворение нарушенных прав граждан. В первом полугодии текущего года будет проведено 4 конкурса. Сейчас в списках обманутых дольщиков в регионе более 3000 человек. Проблема, которая появилась еще в начале 2000-х, сейчас решается. Если в 2013 году в регионе было 55 проблемных домов, то сейчас осталось только 12 недостроев. В прошлом году в эксплуатацию ввели 7 домов, в том числе большой пятисекционный на Киевской. Долгожданные квартиры получили больше тысячи семей. В этом году ключи от столь заветного жилья получат еще 1200 обманутых дольщиков. Сейчас готовится к вводу два проблемных объекта, и всего в текущем году должно быть дано 8 таких объектов. То есть мы, как бы сложно не было, полномерно идем потихонечку вперед. Мы приняли такую программу, и губернатор нас на это подталкивает. Мы ее до конца доведем. Инвесторам, которые соглашаются достраивать проблемные дома, как компенсацию предоставляют земельные участки для нового строительства. Хотя таких свободных территорий осталось немного, и муниципалитетам поручено продолжить поиск актуальных участков. А чтобы не попасться на уловки мошенников перед тем, как стать дольщиком, по каждому дому лучше проконсультироваться в областном министерстве строительства. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Помогать будут тем, кому это действительно нужно. Социальная помощь должна быть адресной и справедливой. Именно эти принципы должны быть главными в сложных экономических условиях, отметили сегодня в Министерстве социально-демографической и семейной политики. Перераспределение пособий остается самой обсуждаемой темой. Власти не устают разъяснять людям, почему некоторым льготникам пришлось отменить или сократить соцвыплаты. В Самарской области помощь от государства получает более полутора миллионов человек. На это ежегодно тратится 19 миллиардов рублей. Львиная часть нагрузки ложится на областной бюджет. Размер пособий формировался еще в 90-е. И с тех пор мало изменился. Льготники получают символические деньги – 100-150 рублей. И при этом из полутора миллионов человек в помощи действительно нуждается лишь каждый пятый. В этих обстоятельствах у нас получается, что до бедных-то помощь не доходит, до части. Получается, что деньги мы тратим огромные, а размер пособий такой мизерный, что он проблему-то и не решает. Вот почему сейчас нужно срочно вмешиваться и как-то иначе перестраивать систему мер социальной поддержки. Самарцы чаще стали летать на отдых за границу. Международный пассажиропоток аэропорта Курумыч вырос на 70%. Какие направления выбирают чаще всего, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть продолжает дешеветь. За один баррель марки Brent дают 55 долларов 80 центов. Валюта бьет рекорды минимума. На 16 февраля Центробанк установил курс доллара на отметке 56 рублей 77 копеек. Евро 60 рублей 2 копейки. Золото стоит 2282 рубля. Серебро 33 рубля 36 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 80 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 85 копеек. Россияне стали меньше покупать и пить алкоголь. Если в 2012 на одного человека приходилось в среднем чуть больше 9 литров в год, то теперь не больше 7. Исследования провели ученые Российской Академии Народного Хозяйства. Возможно, через год этот показатель станет еще меньше. Минпромторг одобрил инициативу запрета скидок на спиртное. Ну вот у туристов хотя бы есть надежда на all-inclusive. Но в Египте до сих пор не определились с датой возвращения российских туристов. А самарцы все чаще стали летать на отдых в Таиланд, Дубай и Прагу. С начала года этим направлением воспользовались 28 тысяч человек. На этом все. Удачи в делах. Самарские активисты требуют привлечь к ответственности женщину, которая, по их мнению, специально задавила собаку. Петицию уже подписали 11 тысяч человек. Все случилось на территории базы на южном проезде. Момент, когда автомобиль на низкой скорости наезжает на животное, зафиксировали камеры видеонаблюдения. С теми, кто намерен добиться справедливости, встретилась Алина Чемерес. Эти кадры уже вызвали волну возмущения в интернете. Водитель белого Пежо сбивает собаку. Еще несколько метров машина тащит несчастное животное за собой. Затем автомобиль спокойно уезжает, а дворняга остается на дороге умирать. По словам очевидцев, собака жила на территории базы на южном проезде. Пес был добрым, все сотрудники его подкармливали. Бесчеловечный поступок женщина, сидевшая за рулем иномарки, совершила осенью прошлого года. Видео с камер наблюдения попало в сеть только сейчас. Теперь на базе, где все случилось, отчаянно держат оборону. Где это написано? Все, валюта. Вон, видят, что есть. Место происшествия за этими воротами на территорию нас не пустили. Здесь располагаются несколько организаций. В одной из них работает женщина, задавившая собаку. Сотрудники фирм с нами общаться отказались. Намекнули, что разговаривать с журналистами им запретило руководство. До женщины, переехавшей собаку, нам дозвониться не удалось. Но среди тех, кто с ней знаком, есть люди, которые не считают ее виноватой. Говорят, она просто не заметила животное. Она не специально давила девушку, поверьте мне. Она сначала ее не увидела, когда она под передние колеса. А потом она просто испугалась. Вот и все. То есть надо было раз проехать по собаке? Она не протужна сама человек, я знаю ее прекрасно. На самарские зоозащитники в это не верят. Объясняют, на записи видно, машина едет медленно. Собака ниоткуда не выскакивает, а спокойно идет по дороге в нескольких метрах от автомобиля. Люди говорят, с такого расстояния не заметить животное нельзя. Зоозащитники составили петицию с требованием привлечь женщину к ответственности. Документ уже подписали почти 11 тысяч человек. За этот поступок, на мой взгляд, должна последовать какая-то ответственность. Возникает вопрос, адекватен ли этот водитель, не опасно ли таким водителям находиться за рулем. Не представляют ли они опасность для жителей города. А мог на месте собаки оказаться ребенок или нерасторопная старушка. Защитники животных и возмущенные жители намерены идти до конца и добиться справедливости. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой решат, будет ли заведено уголовное дело. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События. А теперь коротко о других темах дня. Авария на трассе М-5 произошла во вторник вечером. Недалеко от поворота на Новосемейкино с дороги в Кювет вылетел грузовик. По словам очевидцев, водитель в аварии не пострадал. Машина же получила сильные механические повреждения. По предварительной версии водитель не справился с управлением. Год условно за организацию незаконного пребывания иностранцев на территории Самары. В силу вступил приговор в отношении 34-летнего гражданина Узбекистана. Как выяснило следствие, мужчина организовал приезд трех своих сограждан, чтобы они работали на его предприятии. Мужчины выпекали мучные изделия на красной глинке. В Чапаевске и Новокуйбышевске отменили режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Меркушкин. Режим действовал с июня 2013 года, когда на полигоне под Чапаевском прогремели взрывы. Разорвались старые снаряды. Один человек погиб, десятки получили ранения. А небо над Чапаевском застелил черный дым. Как выяснилось, припасы хранили под открытым небом с конца 1980-х годов. К июлю 2014 года специалисты нашли на полигоне более 700 тысяч снарядов. 600 тысяч было уничтожено. Тем не менее, представители МЧС следили за полигоном в усиленном режиме еще почти 4 года. В Самаре больше нет детских домов. Для детей, которые потеряли родители и пока не нашли новые семьи, открыты центры помощи детям. В одном из них, бывшем детском доме номер один, побывала наша съемочная группа. И самой большой наградой будет наш уютный дом, где соберутся все друзья. Друзей у первого детского дома всегда было много, не стало меньше и сейчас. А вот формы дружеской помощи становятся более разумными и полезными для воспитанников. Появилось много совместных проектов с различными организациями. Это и репетиторство, и патронат, и профориентация. После всего увиденного, вот это вот, обычно употребляемое слово, детский дом, с некими такими оттенками сухости, формальности, вот, мне хочется вот это учреждение как-то назвать по-другому. В этом году гостей в фойе встречала фотовыставка. Не просто отчеты о культурно-спортивных достижениях воспитанников. Это были семейные портреты детей со своими братьями и сестрами. Проект «Семейный альбом» придуман нашей телекомпанией. Мы говорили с ребятами о семейных ценностях и фотографировали их со своими родными. Одно дело, когда мы говорим о семейных ценностях, о маленькой семье, которая у тебя есть, да, твой брат или сестра. И другое дело, когда подключаются еще другие силы, ресурсы, которые говорят то же самое. Они другие, и такое впечатление, что для них что-то другое открылось. После съемок проекта на двоих детей родственники оформили опеку. Теперь они чаще бывают в кругу семьи. А мы вручили нашим героям их первые семейные альбомы. Самое главное в жизни – это семья. А семья практически у каждого из этих ребят есть. Это их братья и сестры, которые живут кто-то далеко, кто-то близко. Но они есть. И именно, наверное, вот это ощущение и помогало все эти годы им держаться, переживать какие-то вещи. Сейчас в Центре помощи детям готовится к родительскому дню. Мероприятие, которое также должно стать традиционным. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов. События. Паломничество на воздушной подушке. Самарское речное пассажирское предприятие открывает новый туристический маршрут. Все желающие могут с ветерком доехать до села Винновка на экскурсию по Свято-Богородичному Казанскому мужскому монастырю. Перевозить туристов будет новое скоростное судно «Нептун». Чего ждать от поездки, расскажет Сергей Ромашов. Всего за 40 минут маленькие, но гордые «Нептун» и «Хивус» готовы унести всех желающих подальше от городской суеты. С 19 февраля по воскресеньям суда начнут ходить от речного вокзала Самары до села Винновка. Маршрут новый. С организацией помогли областные власти. До сих пор в зимнее время Винновка была для посторонних практически недосягаема, но желанна. Самарцы уже забронировали путевки в село почти на весь февраль. Департамент туризма Самарской области участвует именно в продвижении этого маршрута. Появилась возможность, теперь задача бизнеса предлагать это жителям Самарского региона, предлагать для туристов, которые приезжают на нашу территорию. Это один из уникальных маршрутов, который, я думаю, будет востребован. Путешествие на воздушной подушке максимально комфортно. На берегу под стенами монастыря гостей встречают священнослужители. Они же устраивают экскурсию по священной обители. За три часа здесь успеваешь побывать на колокольне, узнать о быте монахов, посетить местный музей и отведать пищу, приготовленную местными послушниками. А еще прямо в стенах мужского монастыря разводят мальков стерляди для Волги. То есть такой комплексный тур, который целый выходной день практически занимает. Для комфортного размещения все-таки пока группы стараемся набирать до 20 человек. Люди хотели, люди просили этот маршрут, и он наконец-то открывается. Соглашение о сотрудничестве предприятие «Перевозчик» и «Монастырь» подписали 15 февраля. Священнослужители надеются, что на экскурсию будут приезжать не только паломники, но и туристы, которые найдут для себя здесь что-то новое. Кто-то отдохнет от городских проблем, а кто-то найдет и духовную пищу. Прямо сейчас происходит обряд освящения воздушных судов «Нептун» и «Химус». Теперь верующие христиане могут чувствовать себя еще спокойнее в этом и без того безопасном транспорте. Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. Дни и лица Афганистана. В день вывода советских войск из Афганистана в Самарской школе номер 3 открылся музей, посвященный этой войне. Родители девятиклассников предложили идею и вместе с учителями и детьми воплотили ее в жизнь. На первой экскурсии побывала Марина Матвейшина. Сетчатый костюм защитного цвета, фляжка с водой и автомат Калашникова. Без них солдаты-афганцы службы не представляли. Одежду с водой спасали от изнурительной жары, оружие от страха смерти. Каждый экспонат в музее Афганской войны настоящий и не случайный. Ребята-экскурсоводы рассказывают реальную историю тех лет. Под командованием полковника Хабарова. Для этого ему было приказано занять и удерживать ключевой перевал Саланг. Музей Афганской войны в школе номер 3 работает первый день. На торжественном открытии и сами участники боевых действий. Молодые, сильные, но уже ветераны. Константин Клюев служил в Афгане два года. За это время участвовал в 120 боевых операциях. Страшно, наверное, первое время было. Потом приходит осознание какое-то определенное, опыт, навык приходит уже участие в боевых действиях. За все время службы я потерял 54 человека. Я статистику вел, всех поименно, естественно, записал. Потому что пока людей мы помним, они живут с нами. Люди будут жить не только в памяти, но и в творчестве. Многие афганцы пишут книги, воспоминания, песни и стихи. В них они рассказывают о подвигах товарищей и ужасах войны. Литература находится в фонде музея, а школьники подготовили стихи и музыкальные номера. Здравствуй, мама. Я опять пишу письмо. Здравствуй, мама. Все как прежде хорошо. Все нормально. Светит солнце. Над горой встает туман. Знаешь, мам, здесь не страшно, просто здесь Афганистан. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, События. Студенты СГУ получили отличную возможность присоединиться к городским волонтерам. И для этого не надо было покидать стены вуза. Рекрутеры сами приехали к ним в гости, показали презентацию и помогли оформить заявки. Подробнее в рубрике «Самара в игре» расскажет Андрей Горгуленко. Дорогие друзья, чтобы зарегистрироваться на сайте, открываете браузер, вводите в адресной строке волонтер63.рф. Там в правом верхнем углу красная кнопка «Подать заявку». В аудиториях экономического университета «Аншлаг». Не каждый день выпадает возможность присоединиться к волонтерскому движению. Чтобы стать добровольцем на чемпионате мира, приходят сразу после пар целыми группами. «Очередь уже полна, из моих именно на группу». «Я как только услышала об этом, узнала, мне очень захотелось поучаствовать, так как меня интересуют различные движения, особенно такого огромного масштаба». Студенты СГ уже имеют опыт волонтерства на больших праздниках. Два года назад университет проводил форум «Россия студенческая», в котором приняли участие представители более 70 регионов страны. «И опыт есть, и люди есть, и желания есть, и есть понимание ответственности. Для нас это большая честь и высокая ответственность быть волонтерами чемпионата мира по футболу». Сейчас городские волонтеры заканчивают набор добровольцев. Осталось посетить еще один вуз и несколько городских предприятий. На сайте «Самарт» составили уже почти 5000 заявок. «Регистрация еще продолжается. Она в активном темпе будет идти до конца февраля. И до конца мая мы будем проводить рекрутинг. То есть этап личных собеседований, когда волонтеры встретятся с нашими представителями, с рекрутерами и расскажут о себе поподробнее». Кандидаты, прошедшие этап собеседований, будут приглашены на специальное обучение, которое начнется в октябре. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Хоккеисты ЦСКА ВВС сотворили чудо на родной площадке в домашних матчах высшей хоккейной лиги. Они дважды разгромили команду из Чебоксар 6-0 и 5-1. Как это было, расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. В эфире «Самарские новости спорта». ЦСКА ВВС на своей площадке принимал середняка высшей хоккейной лиги команду Чебоксары. И первая же игра доказала, самарцы не только способны показать результативный хоккей в плей-офф, но и побороться за бронзовые медали регулярного первенства. Финальная сирена зафиксировала сухую победу ЦСКА ВВС 6-0. В очередной раз отличился лидер команды лучшей нападающей лиги по итогам января Степаненко. Александр оформил дубль во втором периоде и еще заработал две результативные передачи. А в третьем реализовал большинство глотов. И, несомненно, первой звездой матча стал галкипер летчиков «Оселедец». Егор заработал в шестой сезоне «Сухарь», выйдя по этому вратарскому показателю на единоличное первое место. Команда смогла проявить характер, что за теми игроками, которые являются лидерами, тянутся другие, их партнеры, и не просто отбывают номер за спиной, а делают свою работу так, как следует. И отоброняются, и надо забить, забьют. Работа не проходит. Бесследно мы начали понимать друг друга без слов. Второй матч серии прошел уже по иному сценарию. До конца второго периода был неясен исход поединка. ЦСКА УВС и Чебоксары забросили всего по одной шайбе. Все решил третий раунд. Команды заиграли в открытый хоккей. В результате за две с половиной минуты летчики забили три шайбы, причем на любой вкус. С борьбой на пятачке, на индивидуальном мастерстве и с мощного броска. При счете 4-1 Чебоксары сменили галкипера, но и эта рокировка не помогла гостям изменить ход матча. Сломал второй гол у нас. Там игра была добила. Вот так в целом. С последнего нашего визита в Самару видно, провелась хорошая селекция у команды. Появились хорошие игроки, исполнители. После смены галкипера буквально через пару минут игрок ЦСКА УВС Даниил Гореев забил очередную шайбу. 5-1 победа самарского клуба. Выиграли главное. Главное подниматься сейчас нам на пятое место, чтобы полегче было в голове. А то с 8-го в 8-м число будет там проходить. У нас сейчас каждая игра, как за 6 очков каждая игра получается. Бьемся. После успешного выступления военные летчики взлетели с 8-го места на 6-е в турнирной таблице ВХЛ. За первое место продолжается борьба между лидерами чемпионата Ростовом и Мордовии. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова